На акции протеста шахтеры приезжают в город Гуково как на работу. Мэрия разрешила им пикетировать здание бывшего завода управления шахты ежедневно по будням с 11 до 12. Акция протеста длится уже почти месяц. Народ доведем дальше. Крик души. Шахты стоят, промышленность вся загубена в малых городах. Как выживать, я не знаю. У людей такие задолженности по 200 тысяч, даже от 20, от 5 тысяч и до 200 тысяч и выше. Никто нам даже ни копейки за год ничего не выплатил. Зарплату, аванс вернее, дали в мае в прошлом году и все. В том мае. Да, в том мае. Не знаю, дома лишит, ну, по-моему, или 10, или 11 решений суда. Все правы, заплатить, ну, бесполезно. Никто ничего не платит. Город Гуково находится у самой границы с Украиной. Шахта Алмазная – одна из крупнейших шахт Ростовской области. Она была открыта 25 лет назад и давала более полутора миллионов тонн угля в год. Но год назад предприятие закрылось, но было признано банкротом. Вдруг выяснилось, что руководство предприятия, продавая уголь, деньги отправляло на счета посторонних фирм. В результате более полутора тысяч сотрудников предприятия остались без зарплаты. Они сейчас требуют выплатить им более 300 миллионов рублей. Это более чем 4 миллиона долларов. Анатолий Шумилин после митинга часто приезжает сюда посмотреть, что осталось от некогда богатой шахты. Бывший шахтер с тревогой наблюдает, как имущество предприятия тает на глазах. Его просто разворовывают. Что, что было вывезено, это остатки. Здесь промплощадка была забита вагонетками, здесь промплощадка была вагонами заставлена. До конкурсного управления здесь происходило на расхищение, разграбление. Говорят, что последние лет 8 жизнь в хуторе напоминает лихие 90-е. Работы мало, денег нет, преступность растет, но они тут держатся. В этот магазин жители хутора Гуговский ходят чаще, чем во второй, потому что работает здесь Елена, местная жительница. Всех покупателей знает в лицо и часто продает товар без денег, потому что денег у хуторян нет. Елена подтверждает, ее никто не обманывает, и она продолжает отпускать товар под честное слово. Конечно, верим, потому что мы все местные, сколько я здесь родилась и живу в этом хуторе. Все идут без денег, плачутся, что денег, а также кредиты понабрались люди, а платить нечем. По последним данным, во второй половине июля на шахте Алмазная начнется официальная распродажа имущества. Шахта уже затапливается, и на этом шахтерская история города Гуково, скорее всего, закончится. Елена Романова, Настоящее время.